Бокер Тов, доброе утро, дорогие друзья! Начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Торы, которая называется Пкудей. Итоги. Написано в главе Пкудей, что сделали рубахи Агарону и его сыновьям из льна. То есть можно понять, что это как хитон, как халат. И сделали пояса, простые койны были одеты в белые одежды, в льняные. Но пояс был из голубой шерсти, багреницы, черницы и льна, скрученных вместе. То есть красивая часть одежды была в этот пояс, он отличался. Вот белые одежды, был очень красивый. Чтобы мы восхищались великолепием коинов, не только первосвященникам. Потом написано, что сделали пластину из чистого золота, налобная пластина, на которой написано имя Всевышнего. Ее нужно подвесить на тюрбан с помощью шнурка из голубой шерсти. Разные виды нарисованы. Наши мудрецы, как они все это представляли. Смысл этого венца, чтобы искупать нашу вину с нашими ошибками в священных приношениях, в жертвоприношениях священных. Если мы совершаем какую-то ошибку, венец искупает. То есть Всевышний нас жалеет и дал нам все возможности, чтобы мы не пострадали. Потому что мы знаем, насколько опасно в храме что-то сделать не точно. И Всевышний это все предусмотрел и нам дал, что если мы совершаем ошибку, то грех искупается. После этого написано, что все завершили мы. И готовые материалы мы предоставили Маше. И они опять перечислены. Нам очень важно их перечислять все время. Значит, Тора нам все время перечисляет их. Это были балки шатра. Таких у нас 48. Они представляют свои стены шатра. Доставили к Маше. Они деревянные. Обитые золотом. С выступами. Внизу. С шипами на боках. Чтобы соединять балка с балкой. Таких балок у нас 48. Потом у нас есть столбы. Покрытые золотом. Это столбы для того, чтобы отделять святилища от святая святых. Таких четыре. Они тоже обитые золотом. И у нас есть пять столбов на входе в шатер. Они тоже покрыты золотом. Только нитками золотыми. Не листовым металлом. Только вверх покрыт листовым металлом. И принесли, естественно, подножия. Получается у нас сто подножий из серебра. И пять подножий из меди. Для самого храма. И, естественно, принесли и засовы. И кольца, которые соединяются. Сами балки. И принесли все предметы храма. Туда входит, в первую очередь, ковчег завета. И минора. И стол с предложения. Для хлебов. И входит сюда жертвник маленький золотой. Для ароматных воскурений. И принесли медный умывальник. Его основание. Для умывения коинов. Перед тем, как уходить во двор. Или баклижернику. И принесли. Большой жертвник медный. Для жертвы сожжения. И принесли забор. Который состоит из 60 столбов. И 60 медных оснований. Столбы покрыты серебром. Серебряными нитями. С серебряными крючками. Крышки их серебряные. И естественно ткани тоже принесли. Ткани у нас 4 потолка. Это голубая шерсть Борисовича Лицей Леон. Один потолок. Потом идет козья шерсть. Второй потолок. И третья у нас идет. Покрытие из шкур бараних. Красный свет. И шкуры тахашей сверху. Вот это все принесли. Естественно завесу принесли. Принесли полох при входе в шатер. Полох при входе во двор. Сам льняной забор принесли. Все буквально принесли. И веревки, и колия к ним медные. Все это принесли. Строим храм, строим мир. Давайте хорошо читать, внимательно эту главу. И Всевышний даст нам мир. Потому что мы строим мир. Всем всего самого наилучшего. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова Беннахум. Моего дяди Владимир Бен Григорий. Лев Бен Шмуэль. Хайамалка Бат Йосиф. Мира Бат Аврагам. Павел Бен Ефим. Памяти Ури Бен Харитон. Мендель Бен Мендель. До здоровья Борис Бен Мария. Светлана Бат Клара. Анна Бат Ривка. Полина Перва Бат Соня Сура. Женя Бат Ида. Лена Бат Клара. Анна Бат Елена. Евгений Бен Софья. Моисей Бен Ева. Двойра Бат Мирьям. Ирина Бат Двойра. Йосиф Бен Раиса. Инесса Бат Маэль. Евгений Бен Берта. Евгения Бат Ита. Ицках Шимон Бен Бейла Мотел. Фира Бат Анна. За хороший дух Арон Рея Бен Двойра. Денис Бен Ахум. Пусть закончится эта война. Пусть вышли нас пожалеет. Всем всего самого лучшего. До следующих встреч.